Отношение к абортам остается одной из самых спорных тем в США. Техасский суд в пятницу запретил использование препаратов для медикаментозного аборта в стране. Министерство юстиции уже подало апелляцию на постановление штата. В Белом доме заявили, что решение суда ставит под угрозу жизни тысяч женщин, желающих по разным причинам прервать беременность. О том, как право выбора разделило американское общество на два непримиримых лагеря, в нашем следующем материале. Использование препарата для медикаментозного аборта в стране запретил назначенный бывшим президентом США Дональдом Трампом федеральный судья Техаса. Спустя 20 минут суд штата Вашингтон принял обратное решение. Это лишь один эпизод вечного противостояния между республиканцами и демократами в вопросах отношения к абортам. На этот раз речь идет о препарате Мифопрестон. Его ежегодно уже в течение 20 лет используют до полумиллиона женщин в стране. Отреагировала на ситуацию и администрация Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома выступила с заявлением, в котором осуждается решение техасского суда. Решение суда также создает у женщин проблемы с поиском лекарств, необходимым им для лечения и восстановления после аборта. Если решение останется в силе, это поставит под угрозу здоровье женщин и подорвет способность правительства обеспечивать пациентов медикаментами. Противоречащие друг другу решения судов Техаса и Вашингтона сбили американцев с толку. Право на аборт является одним из самых спорных политических вопросов в Соединенных Штатах. Непримиримые соперники, демократы и республиканцы, имеют совершенно разный подход к семи абортов. Значительная часть республиканской партии, религиозное население страны, уже много лет пытаются добиться полного запрета на прерывание беременности. Демократическая сторона общества, напротив, упорно отстаивает право женщин на выбор. Я считаю решение суда неверным. Людям, которым действительно необходимо сделать аборт по состоянию здоровья, не оставляют выбора, кроме как прервать беременность опасным для жизни способом. Я не думаю, что кто-то имеет право вмешиваться в личную жизнь и решать за женщин, делать им аборт или нет. Женщина сама несет ответственность за свое здоровье, принимая противозачаточные таблетки. Учитывая тот факт, что решение судов противоречит друг другу, последнее слово останется за Верховным судом США. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило использование мифепрестона в 2000 году. В своем решении судья штата Техаса заявил, что это одобрение препарата нарушило федеральные правила, разрешающие ускоренное одобрение некоторых лекарств. К тому же ведомство якобы не приняло во внимание некие психологические эффекты от применения мифепрестона и показателей его безопасности. Даурина Сагулов, Нурбек Бекен, Хабар, 24.